Во время пожара в пятиэтажном доме в дыму едва не задохнулась 85-летняя хабаровчанка. Пенсионерку родственники держали под замком, и она не могла выйти наружу. Когда пожарные вошли внутрь, женщина была уже без сознания. Первую помощь пострадавшей сотрудники МЧС начали оказывать, не дожидаясь приезда скорой помощи. Чтобы освободить легкие старушки от дыма, использовали спасательное устройство. Ох ты, красавица моя! Всё нормально, бабуля! Бабуля! Прекращай умирать нам! Бабуля! Старания пожарных были не напрасны. Женщину удалось привести в чувство и передать в руки врачей. Соседи рассказали, что после смерти мужа, профессора медицины, пенсионерку навещали родственники. Еженедельно в гости приезжал 60-летний сын, привозил продукты и запирал женщину на замок. Своих ключей у пожилой горожанки не было. Снаружи они её закрывают, ключи забирают. Он мне выходить не разрешает. Я однажды на него наругалась, говорю, я в середине позвоню. После этого он совсем её стал замыть. Так, раньше она хоть выходила и не стал мне оставлять ключи. На умышленный поджог ЧП не похоже. Огонь появился после короткого замыкания в коридоре. Пламя быстро распространилось по комнатам, по пути уничтожая всё, что могло гореть. Книги, мебель, обои и фотографии. Где теперь будет жить женщина? Вопрос открытый. Квартира-тюрьма стала непригодной. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Алексей Овчинов.